Добрый день! Сегодня хочу вам рассказать о роутере TP-Link. Я его купил в магазине onlinetrade.ru С этим магазином у меня давнее знакомство, если можно так сказать. Я один из первых покупателей, и мне понравилась там бонусная программа, когда те делают скидку по сути 30%. Раньше это было 150 рублей от 500 рублей. Сейчас это от 2500 рублей можно списывать онлайн он-бонусы. Действительно реально выгодная программа, и там их дарят к праздникам, к дню рождения, за отзывы и так далее. В том числе вот за такие видеообзоры я получаю примерно 300 он-бонусов. Ну, он-бонус 1 рубль. Теперь непосредственно перейдем к данному роутеру. Зачем я его вообще купил? То есть раньше у меня был роутер, тоже Wi-Fi. Zyxel Kinetic Lite 3. Но он поддерживал скорость только 100 мегабит в секунду. А сейчас конкуренция развивается, и, видимо, первым начал это оператор MGTS со своим джипоном, и все остальные обычные операторы подтянулись. И начали тоже предлагать тарифы, например, сейчас я на тарифе 200 мегабит в секунду за 550 рублей. И здесь как раз это гигабитный роутер. Он поддерживает скорость 1 гигабит. Но мне достаточно 200 мегабит, поэтому я не переживаю, насколько там он именно гигабит поддерживает. Значит, здесь, в чем недостаток этого роутера? Здесь вот такая пленочка, я даже не решился ее снимать с этих антенн. Видите, она? Вот с этих кое-как отколупал, а с этих не стал даже. Она особо не мешает приему. Вот смотрите, какой недостаток антенн. Видите, она, если вертикально, она не держится вертикально. Она сразу отваливается туда, под угол где-то 5 градусов. Это еще более-менее держится. А вот этого вот что-то она не хочет. Сзади там стандартных 4 порта гигабитных. И один для интернет-кабеля. Почему здесь не горят индикаторы? Потому что они отключены. Есть такая функция отключения. Сигнал устойчивый. По воздуху я с помощью адаптера, Wi-Fi адаптера, того же Топылинка, ловил сигнал и в другой комнате 60 мегабит в секунду. Но мне это не устроило. И я подключил именно проводной кабель. Стоимость данного Wi-Fi роутера примерно 2500 рублей. Как вы видите, он достаточно громоздкий по сравнению с другими роутерами. Тем же Zyxel Oukenetic. Здесь, давайте посмотрим, вот снизу есть такие вентиляционные отверстия, чтобы он не перегревался. В принципе, им пользуются по Wi-Fi дети на мобильниках, все время что-то смотрят в YouTube. Никаких подвисаний не замечено. И скорость по сравнению с тем же Zyxel Oukenetic. И дальность сигнала именно Zyxel Oukenetic Lite, в котором всего лишь две антенны. Объясню, зачем здесь четыре антенны. Одни здесь в диапазоне 2,4 ГГц. И две антенны в диапазоне 5 ГГц. Сейчас диапазон 2,4 ГГц достаточно зашумленный, поэтому рекомендуется переходить на 5 ГГц. Некоторые современные модели уже мобильных телефонов, естественно, чуть они дороже, поддерживают в том числе и 5 ГГц. Стандарт AC в конце, расширению этого стандарта Wi-Fi. Я подключил стандартный компьютер через провод. Здесь какой оказался нюанс, что у меня старый провод был всего лишь 4-жильный, он поддерживал скорость только 100 Мбит в секунду. Поэтому, прежде чем покупать такой роутер, или одновременно, проверьте, что у вас есть нормальный кабель, 8-жильный. И когда я подключался, в том числе провайдер у себя на линии еще менял тоже оборудование на гигабитное. А провода изначально, еще с 2007 года, были у нас нормальные. Таким образом, сигнал Wi-Fi здесь стабильный, ловят по всей трехкомнатной квартире. Все максимум там вот этих 5 кружочков или полусекторочках показывает на устройствах. Вот, то есть, скорость стабильная. Я рекомендую данный роутер к использованию, к покупке. Блок питания, вот он внизу, не пищит. Настройка быстрая. Мне все нравится. Желаю вам успешных покупок.